Владимир Путин объявил 2023 год годом педагога и наставника. Главная цель – повысить престиж профессии учителя. Наталья Васильева – специалист с многолетним стажем. К своим ученикам она относится с особым трепетом и любовью. В каждом старается разглядеть талант и помочь в достижении успеха. Сейчас она готовит ребят к детскому форуму, который пройдет в республике 7 марта. Веселее, пожалуйста, лица красивые! Знаменитый матросский танец «Яблочко» легким не назовешь. Его репетируют несколько раз в неделю. Здесь же в актовом зале и классный руководитель Наталья Васильева наблюдает за каждым движением. Затем по плану – построение. День расписан по минутам. Нужно подготовить ребят к предстоящему форуму кадетов. Я стараюсь, чтобы в классе дети развивались творчески. Я стараюсь, чтобы они больше пели, танцевали, открывали свои какие-то таланты. И мы очень много стараемся в любом случае этому много уделять, чтобы каждый из них нашел свою внутреннюю какое-то «Я». Наталья Васильева уже четверть века преподает физкультуру. Классным руководством занимается чуть меньше – 20 лет. Старается быть не только наставником, но и другом для ребят. За два десятилетия педагог выпустил несколько поколений ребят. Кадетский класс – новый опыт. Ведет его с прошлого года. В кадетский класс пришли, не просто взяли и класс назначили, вот вы будете кадетами. Абсолютно нет. В кадетский класс был отбор. Были только мотивированные дети, которые себе представляли родители, что это будет. В общем, было два класса, и мы объединили их. Новые вызовы требуют и новых решений. В феврале на форуме классных руководителей Наталья представила свой проект «Развитие классного руководителя в кадетском классе». И такой обмен опытом оказался полезен. Работаем, каждый умеет работать, и у каждого свои технологии, наработки. Но как мы на форуме и друг друга послушали, и поменялись опытом. И мы пришли к тому, что нам нужно развиваться и развиваться в правильном направлении, работать с детьми, поработать над собой. Вот у нас прекрасный куратор Зуева Наталья Андреевна. Большое спасибо ей. Она так просто и доходчиво говорила о таких сложных вещах, что все сказанное ею стало намного проще. Не уверена, что всем, которые были на этом форуме, этот опыт понадобится. Кадетский форум пройдет 7 марта. Во вторую школу съедутся ребята со всех районов. Но Наталья уверена, ее подопечные не подведут. Они ответственно готовятся и хотят показать все, чему их научил любимый наставник. Лидия Цехилова, Артур Гоглоев, Георгий Такойв. Специально для программы «В итоге».